Всем привет, вы на канале Diffy, это долгожданный ролик, по крайней мере долгожданный для меня. Так что влупите этому ролику огромный палец вверх, подпишитесь на канал, если вы это еще не сделали. Также ссылка на все соцсети, как всегда, есть в описании под данным видеороликом. Вы можете этим роликом поделиться с друзьями, в общем, делайте все, что хотите. Ну а сегодня мы прокачаем BMW M3 E46 в аж уличном, то есть держа с мотором от LFA. Наконец-то я смог купить этот мотор, по низкой цене сейчас на рынке данный мотор стоит около 7 миллионов, хотя пару дней назад стоил 23 ляма. В итоге я немного, получается, подождал и немножко-таки сэкономил на покупке данного двигателя. Теперь у меня есть двигатель для LFA, у меня есть еще один двигатель для еще одного проекта. Короче, все есть, короче, просто надо было немножко терпения, я думаю, вы тоже ждали этот проект. И, наконец-таки, мы прокачаем вот эту вот M3 E46. Если честно, тачка классная, кузов мне очень импонирует. Данный кузов и сам автомобиль вы можете купить в эксклюзивном автосалоне. Данная тачка сейчас там продается около 3000 лавр, насколько я помню. Так что, если у вас есть желание собрать такой же самый проект или какой-то другой проект, связанный с данным автомобилем, копите лавры. Ну, а я пока поставлю каркас H-Customer за 808 тысяч монет. Это, как бы, не мало для каркаса безопасности, но, в принципе, это и не самый дорогой каркас безопасности. Так что, не буду жаловаться. Приступлю лучше к сборке самого автомобиля. Надо установить все вот эти вот детали. Но, как всегда, первым, что я буду устанавливать, это будет двигатель. Двигатель, напомню, у нас от Lexus LFA. И он нам дает 380 лошадиных сил на тонну. Короче, установили движок. И теперь давайте бегом оставим все детали. Это задний вал, задняя опора и все вот в этом вот роде. Также поставим карданный вал. И надо выбирать, наверное, привод. Привод, как всегда, наверное, поставлю полный. Это 70 на 30. Получается, тяга будет 70% на заднюю ось и 30% на переднюю. Так, выбираем, давайте, этот привод. Тогда сейчас купим его. Есть еще вот такие варианты. Чисто задний привод. Либо выбрать передний привод, либо задний. Ну, короче, 4 варианта вообще. Но считается топовым 70 на 30. Я его поставил. На всех моих свапах стоит данный привод. Так что все, как должно быть, по ГОСТу сделано. Теперь устанавливаем бегом передний вал, переднюю опору и переднюю ступицу. И уже тогда начнем прокачивать сам автомобиль. Мне вот даже интересно. Финальный вариант мне понравится больше, нежели тачка, которую я тоже свапал. Я имею в виду М5. То есть, что мне больше понравится, я еще не знаю. Но мне что-то кажется, М5 все-таки будет на первом месте по возлюбленности. Но АМ3 тоже не будет отставать. Хотя, возможно, АМ3 будет даже поярче смотреться, нежели АМ5. Давайте уже бегом доустанавливаем все предохранители. И уже начнем все-таки прокачку. Хочется уже увидеть финальный результат, сделать тестовый заезд. Кстати, на тачке будут стоять некоторые детали. Насколько я помню, на ней до того, как я подготовил корпус, стояли какие-то детали. И они вернулись на этот автомобиль. Скорее всего, это какие-то сетовые детали, которые мне были не нужны. И я их решил сюда поставить зачем-то. И поэтому характеристики уже не совсем-то исток. Так что рассказывать я вам их не буду. Лучше сразу же двинусь прокачивать автомобиль, снимать старые детали, ставить новые. И начну я, как всегда, наверное, с двигателя. В двигателе надо прокачать полностью все. У нас уже есть коробка четырехступенчатая. Я ее чуть позже заменю на шестиступенчатую. Так как сейчас все тачки в топ настраивают на шестиступенчатой коробке передач. Я пока установлю пневмошифтер и вообще прокачаю все, что можно. Также давайте поставим дифференциал. Дифференциал нам нужен, так как у нас полный привод. Дифференциал нам даст чуть-чуть больше зацеп. Стоит он 810 баксов. Я считаю, что это вообще неоправданная стоимость за дифференциал. Но он хотя бы на рынке продается. А вот закись азота, которая совсем скоро будет в новом обнове, может уже обновой вышла. Ее будет не так просто добыть. Так что ладно, покупаем, бегом прокачиваем все ячейки. И уже после тогда поставим сюда все недостающиеся детали. Я думаю, никаких проблем у меня не вызовет сборка данного автомобиля. Прокачивать я автомобиль хочу на турбо. Не знаю, насколько правильное дело. Возможно, надо все-таки опять качать же на чарджере. Но я думаю, вот именно аж улица поедет лишь на турбинках. Поправьте меня в комментах. Возможно, я неправильно соберу автомобиль. Я, конечно же, прочитаю все комменты и потом просто внесу коррективы в сам автомобиль. И поменяю те детали, которые вы скажете, что я установил неправильно. Чип я хочу установить E-Q800. Он нам дает больше пикового момента, пиковых лошадок. В общем, как всегда, самый топовый. Радиатор берем тоже самый дорогой за 230 баксов. Не знаю, данный класс греется, не греется. Но на охлаждение экономить я не хочу. Также сам оставлю самые дорогие масляные форсунки. Также поставлю самый дорогой маслокулер. То есть, охлаждение на нем экономить нельзя. Нет, ну вот, допустим, G-Stock или Custom, он сам по себе не греется. Ладно, давайте установим тогда еще и гоночный распредвал. Но не гоночный, а верховой гоночный распредвал. Он считается топовым. И для этого класса он вполне подходит. Так что устанавливаем его за 820 баксов. И, в принципе, в принципе, движок-то собран. Переходим тогда в отсек Turbo. И давайте соберем Turbo. Я уже вижу, что тут стоит старая с этого деталь. И ее я хочу заменить на новую турбинку. Также тачку собираю на системе Turbo. Я не знаю, правильно я это делаю или нет. Вы можете в комментах написать. Ты неправильно прокачал, не ту турбинку поставил. Или надо на чарджере качать. Пишите все, что хотите в комментах. Я обязательно прочитаю. Оценю ваше мнение. И потом буду уже думать, что дальше делать. Также снимаем вот эту вот турбинку. Но хочу вам показать один прикол. Реально с этого детали дает больше буст, нежели детали за баксы. Так как видите, если я хочу поставить любую эту деталь, то мне пишут, что минус пиковый момент, минус пиковые лошадки. То есть старые с этого детали, в принципе, в принципе, ну не старые с этого, вообще с этого детали, гораздо лучше, нежели обычные детали за баксы или же монеты. Но я все-таки снимаю и поставлю сюда новую турбинку. Скорее всего нам подойдет турбинка за 700 баксов. Но что ж, придется потратиться. И вот дальше устанавливаем, что воздушный фильтр, пайпинг и все остальное, в принципе, как и на всех остальных автомобилях, все топ-детали, ничего не меняется. Тот же самый пайпинг, тот же самый интеркулер, тот же самый впуск. Нет никаких новых деталей. Ну и в принципе, вроде бы хорошо, если новые детали добавят, будет какое-то разнообразие. Но с другой стороны, новые детали, это значит, что они будут дороже, тогда эти детали уже будут не топовыми, они будут не нужны. Просто, наверное, хотелось бы какой-то редизайн, этих деталей, а не новые сами детали. Ладно, я думаю, вы уловили суть. Дальше собираю подвеску. Насчет радиуса колес вообще не в курсе. Я поставлю и наперед, и назад колеса 14-го диаметра. Я думаю, они будут подходить этому автомобилю. Но также повторюсь, если вы такой автомобиль, в ваш уличном или просто какой-то другой кузов, но в ваш уличном, и вы знаете, какие нужны сюда колеса, welcome в комменты, пишите. Я обязательно прочитаю. И уже посмотрю, правильно я сделал, неправильно. И также, я не знаю, можно ли устанавливать диски за монеты, а не за баксы. Будет ли какая-то заметная разница? Потому что мне понравились такие вот диски. Их добавили в прошлое обновь. Про цену не буду говорить, так как цена зависит от диаметра колеса. Также сейчас установим слики. Но вообще у меня была еще задумка такая, установить какие-то покрышки, которые издают дым определенного цвета. Но я так подумал, что данные покрышки не идут для топа, и поэтому установлю все-таки слики, так как слики – это проверенная тема. И будем устанавливать тогда их. Насчет подвески еще раз же повторюсь, что подвеску собираю, как всегда, в топ, все за баксы. Но я был не против, если вдруг разработчики решат поменять подвеску, то есть давать какие-то новые детали в подвеску. Это было бы очень классно, а не добавлять новые детали в турбо. Вот я знаю, что в следующей обнове, которая вышла или уже выйдет, с закисью азота, опять надо настраивать будет параметры турбо. А вот с подвеской у нас все стабильно, мы ничего тут не настраиваем, новые детали тоже не появляются. Нет, я не говорю, что я хочу, чтобы добавили новые детали с какими-то конскими ценами. Но в принципе, чтобы разработчики задумались о подвеске, что есть такие пункты, как подвеска, как выхлоп кузов, вот что-то делали. Вот я помню, когда разработчики ввели новые чертежи, а после ввели то, что можно прокачивать этими чертежами кузов, и кузов можно прокачать лучше, ну больше, нежели остальные детали, то есть не в красные чертежи, а в черные. И вот тогда всем это понравилось, что мы еще типа, еще буст, то есть раньше они были в красных чертежах, а теперь мы еще в черные прокачали, и теперь тачка еще меньше весит. Но вы, думаю, поняли, что хотелось бы, чтобы что-то улучшили. Ладно, поставил уже много деталей, осталось поставить пневмоподвеску, пневму ставлю за баксы, так как турнирки у меня сейчас нету. Буду катать, так как ходят слухи, что новая Веста будет продаваться за турнирку, и не так уж и дорого, она будет стоить что-то до 2000 турнирки. Не знаю, как она будет на самом деле, но люди из бета-теста говорят, по крайней мере, так. Также устанавливаю выхлоп полностью, всю систему выхлопа. Как вы знаете, установил самую мою любимую баночку, ничем не примечательную, за 250 баксов установил плеймегаситель и паук. Теперь идем в кузов. В кузов ставлю, как всегда, алюминиевые облегчения, и надо будет еще установить растяжки, антикрыло. Боюсь, может денег не хватить, хотя я считал, что должно встать все впритык. Не знаю, сейчас посмотрим. Насчет обвесов. Обвесы я не буду менять, мне нравится, как тачка выглядит в стоке. После чего, когда мы уже докачаем кузов, пойдем, наверное, сбалансируем автомобиль, так как мы его еще не сбалансировали. Осталось лишь поставить две детали, поставить растяжки и алюминиевый кузов. Кстати, денег, походу, хватает впритык. Да, осталось у меня после установки всех деталей кузова 16 тысяч монет, и, в принципе, вся тачка собрана по деталям. Да, надо прокачивать, как всегда, чертежами. Чертежей у меня нету на данный момент. Но еще то, что мы забыли сделать, это сбалансировать. Выбираем H-класс. Вот наша Бэха. Сбалансировать. И ставим самую топовую 58 на 42. Есть еще другие. 56 на 44, 50 на 50, 48 на 52. Но топовая считается 58 на 42. Мы ее устанавливаем за 200 коронок. Хотя это не коронки, а называется лавры. Но я привык, что лавры это синие. Хотя, как мне сказали, и это, и то, это лавры. Но я буду называть коронки. Вы уж простите меня. Дальше что? Дальше я предлагаю прокачать тачку настройками. То есть я сейчас ее бегом настрою. Все настройки, как всегда, я опубликую на канале в виде шортика. Да, я не буду рассказывать детально, как я что настраивал. Лишь скажу, что настроил я автомобиль быстро. Это было довольно просто. Да, но как я настраивал коробку, не буду показывать. Я это специально вырежу. И вообще, самый момент настройки я для вас ускорю. Я вставлю как ускоренную картинку, так как, да, процесс довольно интересный. Было бы неплохо рассказать, как я это делаю. Хотя у меня уже выходил ролик на канале, как настроить свой автомобиль. Я думаю, когда у нас будет стрим на 3000 подписчиков, я уже тогда, тогда покажу вам все детально. Настроим и соберем какую-то тачку. Все на стриме, пообщаемся. Так что, будет интересно. Так что, добивайте 3000 подписчиков. Просто, кто не подписан, подписывайтесь. Также еще нанес сюда винил. Использовал при этом особый-особый стикер. И тачка максимально черная получилась. И теперь готов вам показать результат, как едет автомобиль 804 метра. Прогрел резину. Старт с буксом лютым. Первая передача до 180. Переключаемся плюс-минус на 9000 оборотов. И, кстати, едет довольно бодро. И скорость на финише у данной Бэйхи это 433 километра в час. 804 метра мы проехали за 10 секунд 48 сотых. Слева вы видите результат 10.92. Это было без настроенной КПП. Да, я пытался заехать, но у меня в принципе не получилось желаемого результата. Я пошел перенастроил КПП, и вот результат стал лучше. Ну и как итог первая фаза закончена. Я сделал большинство проектов из тех, которые хотел сделать. Вот вам как пример это же М3. Есть те проекты, которые я не сделал. Я их отложу в какой-то ящичек и возможно в третьей фазе доделаю. Ну а пока будет вторая фаза. Конечно же не все проекты из которых я вам рассказывал я создам во второй фазе, так как некоторые вы не одобрили. Но большинство из них вы увидите на моем канале уже в ближайшее время. Так что подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, кто забыл поставить лайкосик. Ну и напишите коммент, как вам результат. С вами был как всегда Дифи. До новых встреч. Пока-пока.